Вы помните случаи, когда кто-то нарушил свое обещание, данное вам? Люди дают не только явные обещания, но бывают и невысказанные обещания, которые дает нам мир. Как счастливы люди, когда получают повышение на работе или покупают новую машину, или ездят в дорогостоящий отпуск. Им даже не нужно ничего говорить нам. Но таким образом мир обещает нам, если мы будем больше жить для себя, то мы будем счастливее, а жизнь будет лучше. Очень легко поверить этому обещанию и начать стремиться к тем вещам, которых у нас еще нет. Или которые нам совсем не нужны. Нам нужно спросить себя, в какие обещания мы верим и каким обещаниям можно доверять. Обещания, которым мы верим, будут оказывать влияние на наше принятие решений и на наше ожидание от жизни. Отрывок из Писания, который мы читали ранее из Бытие 3, говорит о реальности и важности обещаний. В этом отрывке есть три обещания. Давайте рассмотрим их, потому что они самые глубокие и самые важные обещания в истории. Эти обещания символизируют выбор, ведущий к жизни или к смерти. Первые два обещания, о которых пойдет речь, это обещания от змеи и мира. Это обещания, ведущие к смерти. Последнее обещание, сделанное Богом, и оно ведет к жизни. Давайте рассмотрим первое обещание, которое находится в диалоге змеи и Евы, в первых пяти стихах этой главы. Вот что там сказано. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте? Нет какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая? Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вначале давайте разберемся с говорящей змеей. В древние времена змеей использовались в историях символически, в зависимости от культурных или религиозных взглядов того или иного народа. Для евреев, написавших этот отрывок, змей символизировал сатану, антибога, который в Новом Завете известен как дьявол. Мы видим антибожий характер змея уже в первом стихе. Он провоцирует то, что может показаться безобидным теологическим разговором. Он спрашивает у Евы, неужели Бог сказал? Брюс Уолки, известный теолог прошлого, говорит, что дьявол мастерски фокусирует якобы безобидный разговор на единственном запрете, поставленном Богом, вместо того, чтобы фокусироваться на его обеспечении во всех остальных сферах. С вами когда-то такое случалось? Вы фокусировались на том, чего у вас нет, или чего Бог просил не делать, вместо того, чтобы быть благодарным за все благословения, которые у вас есть. Я с этим сталкиваюсь каждый день. В наше время есть много молодых христиан, которые оставляют церковь из-за той же лжи, которую змей произнес много веков назад. Сейчас очень распространено деконструктивное мышление среди христиан, миллениалов и поколения Z. Деконструктивное означает, что они пытаются разобрать на запчасти всю христианскую веру, чтобы определить, есть ли смысл верить в те или иные вещи. Это что-то вроде эмоционально-интеллектуального бунта против недостатка в церкви. Конечно же, что-то в этом есть, и в церкви есть люди, которым нужно покаяться в таких вещах, как расизм, угнетение женщин, крайности, создание субкультур на основании религиозного, морализма и разделение на политические партии вместо объединения под главенством царя Иисуса. «Знаю, что некоторые из вас сейчас качают головой и говорят, «Молодец, Джордан, круши патриархов». Я согласен, что и эти вещи должны умереть. Но мы обманываем себя, если думаем, что сатана не стоит за некоторыми из этих идей, заставляя людей уходить из церкви и даже от самого Христа. Сатана берет те темы, о которых мы только что говорили, сует туда свой скользкий змеиный язык и говорит, «А Бог действительно сказал?» «Мы кричим, расизм — это плохо». А сатана добавляет, «Да». «А правда ли Бог сказал, что нужно поддерживать церковных лидеров, если они — часть этой проблемы?» «Мы кричим, угнетать женщин плохо». Змей добавляет, «Да». «А правда ли, что Бог сказал, что женщинам нужно и дальше быть скромными в этой меняющейся культуре?» Мы кричим, «Деньги на здание церкви — это пустая трата». А змеи добавляет, «Да». «А где Бог сказал, что нужно быть частью какой-то церкви?» «Надеюсь, вы увидели сложный социальный, интеллектуальный и моральный контекст каждой ситуации, не говоря уже о том, что сатана использует ложь и обман, чтобы увести вас от любящего Бога, принося вам одно разочарование за другим. Он хочет, чтобы мы фокусировались только на негативных вещах и на участие церкви в них, а также заставляет нас игнорировать множество хороших вещей, которые Бог сделал через церковь во всех этих сложных вопросах. Поэтому я спрашиваю, неужели вы действительно готовы отвернуться от невесты Христа? Или вам нужно избавиться от своих разочарований и выговориться, чтобы вы снова могли полюбить церковь? Я призываю вас не фокусироваться только на запретах Библии или недостатках совершенных людей в церкви настолько, чтобы отвернуться от Божьей истины и от его невесты. Будьте осторожны. Не гребите всех под одну гребенку, как это склонны делать многие из интеллектуальных христиан. Я люблю этих людей, но меня не удивит, если на них больше влияет сатана, чем Дух Божий, поскольку они пытаются разделить церковь и христианскую веру. Я призываю вас научиться различать такие вещи. Не поддавайтесь эмоциям, как сейчас модно в движениях социальной справедливости. Берегитесь голоса змея, который хочет, чтобы вы фокусировались только на негативном и упускали все хорошее, что Бог делает через церковь по всему миру. В стихах 4 и 5 сатана перекручивает обещания Бога и дает Еве свое обещание. Он говорит, «Вы не умрете». Пятый стих. «Но Бог знает, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Первое обещание сатаны намекает на то, что Богу нельзя доверять. Это обещание ведет к смерти. Богу нельзя доверять. Как часто мы так думаем? Мы читаем Библию или слушаем проповедника и думаем, «Мне это не нравится. Я думаю, что, по-моему, будет лучше». Это очень привлекательное для нас обещание, потому что в конечном итоге мы хотим сами контролировать свою жизнь. Мы хотим сами определять, что для нас хорошо, а что плохо, основываясь на личном опыте и желаниях. Глубоко внутри мы хотим быть такими, как Бог, мы хотим все контролировать. Мы видим мир по-своему. И когда Бог говорит, не делая этого, это навредит тебе и другим. Мы отвечаем, «Я не согласен. Я думаю, что это правильное решение для меня». Каким же был результат веры в это обещание? В Бытие 3.19 сказано, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Когда мы выбираем свой путь непослушания Богу, это приводит к смерти и к угнетению дьявола в мире и в жизни человека. Нам не нужно далеко идти, чтобы понять, что прекрасный мир, созданный Богом, хорошенько испорчен. Когда мы до этого докатились, благодаря вере, в обещании о том, что Богу нельзя верить, что наши пути лучше Божьих путей, человечество привыкло делать то, что мы считаем правильным, и наш мир является тому подтверждением. Если вы возьмете Библию и почитаете истины и морально-этические принципы, которые есть в ней, то вы согласитесь, если бы все так жили, то мир был бы идеальным. И если бы все верили Богу и отказались от своих желаний, которые противоречат Богу, тогда мир был бы таким, как нужно. Возможно, вы думаете, «Ладно, если Божий путь лучше всего, и все, что от нас требуется, это верить Ему и делать то, что Он говорит, тогда почему все те люди, которые якобы следуют по Божьему пути, продолжают ошибаться и причинять вред другим людям?» Хороший вопрос. Бог постоянно открывает людям Свою истину и Свои пути и призывает людей идти этими путями. Но у нас это не очень хорошо получается, не так ли? Где же выход? Он не может быть в том, чтобы лучше стараться или прикладывать больше усилий, потому что мы уже делали так и постоянно возвращались к тому, что делали то, что было заведомо неправильным. Мы постоянно возвращаемся к вере в то, что наши пути лучше Божьих. Очевидно, что следовать Божьими путями, но Своими силами у нас не получается. Но есть прекрасное решение, которое я расскажу вам чуть позже. И есть еще одно обещание, которое я хочу показать вам перед этим. Это обещание, которое дает нам мир. Он находится в Бытие 3.6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов, его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Второе обещание, ведущее к смерти, звучит так. Нам нужны вещи, которые вам может дать только мир. В мире так много всего интересного и привлекательного, и нам обещают, что все это хорошо. В случае Евы запретный плод привлек ее своим внешним видом. Он мог удовлетворить ее желание, просветить ее и повысить ее мудрость и понимание. Плод, на который она смотрела, был соблазнительным и обещал, что ее жизнь станет лучше, если она выберет его, а не Божий путь. Вы только подумайте об этом. Она уже знала, что Бог дал им с мужем все, что им нужно для идеальной жизни. Он описан в Бытие 1,29. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющие семя, какая есть на сей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Зачем ей нужно было выбирать то, что точно принесет ей вред, если Бог уже дал им все, что им нужно? Лучше спросить, почему мы с вами продолжаем делать это и сегодня? Есть много вещей, и мы знаем, что они плохие, деструктивные и принесут вред нам и окружающим. Но мир обещает нам, что нам без них не обойтись. Но мы выбираем их, потому что думаем, что они удовлетворят нас так, как Бог никогда не сможет. Мы тратим все деньги на себя вместо пожертвований в церковь или на миссию, потому что мы не думаем, что Бог не может дать нам такую же радость, как все те вещи, которые мы можем купить. Мы смотрим порно или занимаемся сексом вне брака, потому что думаем, что Бог не может удовлетворить наши сексуальные желания, или Он еще не дал нам идеальную жену или мужа. Мы сплетничаем о наших одноклассниках или коллегах, которые обижают нас, и думаем, что Бог ничего не будет с этим делать, потому что решаем брать месть в свои руки. Самое смешное, что Бог уже пообещал нам, что позаботится обо всем, что я только что назвал. В чем наша проблема? В том, что мы видим мгновенное удовлетворение, которое обещает нам мир, и поэтому мы берем все в свои руки, потому что это даст нам то, чего мы так устали ждать от Бога. А чего вы устали ждать от Бога? Помню, когда я был новообращенным верующим, я недавно пришел к Богу, пережив с Ним чудесную и невероятную встречу. И я думал, что всякий раз, садясь за молитву или Библию, я буду переживать невероятное Божье присутствие, как при нашей первой встрече. В Матфея 28,20 Иисус сказал, «И се, я с вами во все дни до скончания века». И я предположил, что Бог всегда будет рядом. И в те дни я все еще злоупотреблял химическими веществами. Я понял, что Бог не приходит тогда, когда мне хочется. Я думал, если перед молитвой или чтением Библии и я покурю траву, то это поможет мне быстрее пережить Бога. Я заходил за дом моих родителей, выкуривал косяк и потом незаметно заходил в ванную, мыл руки, шел в свою комнату, брызгался духами, чтобы скрыть запах травы от родителей. Мама и папа, простите. После принятия наркотика я садился за Библию и ожидал Божьего присутствия. Могу смело сказать, что не было никакого Божьего присутствия. Вместо этого я чувствовал голод и желание смотреть смешные видео. В итоге я просто засыпал. Я устал ждать, когда же Бог наконец-то явится. А запретный плод мира говорил мне, что я могу ощутить Бога быстрее. С тех пор Бог много раз могущественно являлся в моей жизни в свое время и без помощи наркотиков. Я понимаю, что это смешной пример, но если вы честны с самим собой, то признайтесь, не ищите ли вы быстрых путей и путей мира, чтобы получить то, что следует ждать от Бога? Итак, каким же был результат того, что Адам и Ева поверили в то, что мир может дать им то, что не может дать Бог? В Бытие 3.7 сказано, «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Когда мы выбираем запретный плод и верим пустым обещаниям этого мира, это приводит к стыду и к тому, что мы прячемся от Бога. Бывают случаи, когда христиане и представители других религий чувствуют вину за поступки и принятые им решения. Им часто хочется рассказать кому-то об этом, и мое сердце плачет, когда я вижу, в каком стыде живут люди. А когда я указываю им на Иисуса, многие из них прекращают разговор, будто бы их душа бежит от Бога и прячется от Него из-за страха, что Он узнает обо всем плохом, что они сделали. В Иоанна 3.20 сказано, ведь каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились его дела. К сожалению, многие люди выбирают оставаться во тьме, в стыде и в страхе после того, как поверили в то, что пути этого мира лучше Божьего пути. Вера в обещания змея и мира приводят к смерти, не только физической смерти, которая ожидает всех людей, но и к смерти общества, смерти взаимоотношений, смерти совести и Божьего присутствия в нашей жизни. Но, слава Богу, что Его любовь куда сильнее, чем любое из наших плохих решений. Он не желает оставить нас умирать, если мы прочтем Бытие 3 до конца, то увидим, что после решения Адама и Евы ослушаться Бога и принести в мир зло и смерть, Бог делает прекрасное заявление, хотя человечество и отвергло его. Он обещает в конечном итоге уничтожить силу смерти, зла и нашего непослушания, которое делило нас от Бога. Это обещание сводится к тому, что Бог сделал вечную жизнь, доступная для всех. И эту жизнь никто не может у нас забрать. Божье обещание, ведущее к жизни, находится в Бытие 3.15 и 3.16. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою и между семенами твоими и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в питу. Обещание, ведущее в жизни, состоит в том, что Бог уничтожит смерть, зло и наше непослушание и даст нам вечную жизнь с ним». В этом отрывке мы видим обещание, которое впервые исполнилось на Пасху. По сути, это первое обещание Евангелия, Благой Вести об Иисусе. Змей сделал все, что в его силах, чтобы принести смерть Адаму и Еве. У него не было сил, чтобы превзойти Бога, поэтому он постарался максимально навредить Богу, обратив носителей Божьего образа против него самого и заставив их поверить обещанию, которое ведет к смерти. И враг занимается этим до этого дня. За его обманчивое победение Бог проклял змея или сатану. Бог сказал, что сатана будет унижен, а также он предсказал вражду между змеем и женщиной. Ее потомок раздавит змею голову, а змею жалит его в питу. Что это значит? Это явно не означает, что женщины будут иметь особую ненависть к змеям. Хотя почти все женщины, которых я знаю, пугаются змей и просят меня убить их. Но это явление куда более глубокое. Оно означает, что нездоровая любовь женщины к обману сатаны чудесным образом изменится в жажду по Богу. Тут также говорится о том, что потомок женщины будет враждовать с потомком змея. Это имеет двойной смысл. Во-первых, потомок женщины это народ Божий, и он будет постоянно конфликтовать с потомками сатаны. Речь идет обо всех тех людях, которые сбили с пути из-за лжи сатаны и живут, искверняя Бога и враждую с Божьими людьми. И мы видим, как это происходило на протяжении всей истории и даже сегодня. Люди Божьи постоянно переживают давление со стороны тех, кто отрицает Бога. Во-вторых, фраза о том, что потомок женщины раздавит голову змею, а змей ужалит его в питу, подразумевает одного конкретного потомка. Речь идет о том, что будущая власть сатаны в этом мире будет уничтожена тем, кто родится у женщины. И в этой вражде будут серьезные конфликты и болезненные страдания для потомков змея и потомка жены. Хочу заметить, что вред, нанесенный потомку женщины, будет временным. Укус пятки, а вред, нанесенный змею, будет с летальным исходом. Ему раздавят голову. Тысячи лет спустя мы встречаемся с Иисусом Христом. Он был человеком, рожденным от женщины, и при этом он еще и Сын Божий, Вечный Бог. Он потомок женщины, который пришел на землю, чтобы поразить смерть и змея раз и навсегда. Когда мы читаем Евангелие истории Иисуса, мы видим, что обещание, которое Бог дал в бытие 3.14 и 3.15, исполнилось с идеальной точностью. Иисус пришел, чтобы все человечество получило свободу от гнета смерти, дьявола и последствий за наше непослушание. Но когда Он пришел, Он сделал нечто неожиданное. Все, кто знали Иисуса и были уверены, что Он принесет свободу народу Божьему, никогда бы не подумали, что Он умрет в юном возрасте. Казалось, Иисус только начал свое земное служение. Когда Его жизнь трагически оборвалась, все люди, знающие Иисуса, ожидали, что свергнет тогдашнее правительство и освободит людей от чужестранцев, захвативших их землю. Никто и подумать не мог, что когда Иисус был, казалось бы, бессилен, висел на кресте, Он на самом деле делал очень важную и сильную работу. Никто из тех, кто видел, как Иисус умер на кресте, не ожидал, что Его смерть приведет к победе над дьяволом и шанса для всех нас получить свободу от смерти. Однако, пока Иисус висел там, умирая в муках, именно тогда исполнилось то, что сказано в Бытие 3.14-3.15. Змею жалил Иисуса в питу. Выглядело так, будто ему был нанесен фатальный удар, и змей одержал победу. Но мы служим Богу, которого невозможно победить. Иисус пообещал, что Он есть Сын Божий. Он обещал принести миру спасение, и Он не собирался нарушить ни одно из Своих обещаний. Иисус пришел, как наш герой, наш Спаситель, раздавивший голову сатане прямо на кресте, хотя враг ужалил Иисуса в питу, умертвив Его земное тело на кресте. «Через три дня Иисус воскрес из мертвых, одержав победу над всеми силами зла и тьмы. Это величайшее обещание, которое было дано и сдержано, и единственное обещание, на которое мы можем положиться полностью». Давайте спросим себя, каким обещанием мы верим, если мы оглянемся назад на первых последователей Иисуса, что были рядом с Ним три года, Его служения на земле и видели, как Он был распят, а потом воскрес, то мы увидим, что обещание, которому они поверили, заставило их жить иначе. После Своего воскресения Иисус явился многим Своим последователям перед тем, как навсегда подняться на небо к Отцу. Во время вознесения Иисус пообещал послать Святого Духа, а потом и вернуться, чтобы восстановить все. Ученики поверили этому и жили с обещанием, которое сделало их невероятно смелыми. После вознесения Иисуса, Петр и Иоанн, последователи Иисуса и Его близкие друзья, предстали перед еврейскими лидерами того времени для допроса. Когда Петр и Иоанн стояли перед лидерами, Петр исполнился Святого Духа и стал смело говорить о пути Иисуса. Когда Петр закончил свое короткое обращение, в Деяниях 4.13 сказано, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем, узнавали их, чтобы они были с Иисусом. обещание, которому поверили Петр и Иоанн, позволило этим простым людям стать партнерами Бога и быть использованными им невероятным образом. Обещание Бога говорить не только о будущем, не только о том, что мы вечно будем с Богом после смерти. Это прекрасное обещание, но оно имеет огромную ценность и в настоящее время. Бог победил смерть, дьявол и наше непослушание, и мы имеем смелость жить сегодня по-другому. Мы полны Святого Духа, чтобы менять мир вокруг нас уже сейчас. Мы свободны от страха и наполнены любовью, и мы призваны приглашать других следовать за Иисусом. Вот к чему приводит нас вера в правильное обещание. она приводит нас к единению с Богом и друг с другом. Приближается Пасха, и мы вспоминаем, что Иисус сделал для нас. Он многое совершил своей жизнью, смертью, на кресте, воскресением из мертвых и вознесением на небо. Бог исполнил обещание, которое Он дал давным-давно в Бытие 3, и Он приглашает всех нас жить в благословении вечной жизни и жизни с избытком, которое Бог имеет для нас. Бог доказал, что Он сдерживает обещания, и все они ведут к жизни. А еще Он доказал, что Сатана и мир не могут сдержать свои обещания, и это приводит к смерти. Каким обещаниям верите вы? Продолжение следует...